Всем привет! Мое выступление, наверное, будет меньше всего о каких-то страшных словах и о каких-то страшных терминах, там, конверсии, лиды и так далее. Мы сегодня поговорим о людях, от которых вы, скорее всего, наименее всего ждете классных бизнес-идей и посмотрим, как именно ваш бизнес может благодаря этим людям стартовать очень и очень так сильно и глобально. Собственно, предлагаю сначала... Он не работает или чего тут? Сначала предлагаю пару слов обо мне, чтобы вы понимали, что я тут не просто так стою, как какой-то левый 17-летний парень. Все, спасибо. Вот, собственно, примерно полтора года назад я стал основателем акселератора стартапов и молодежных проектов. Собственно, наша целевая аудитория — это школьники, это студенты, те, у кого есть классные идеи, как коммерческие, так и некоммерческие. Они приходят к нам, у нас есть выходы на различные площадки, заводы, университеты и так далее. Сейчас у нас уже есть свой фонд, из которого, собственно, все финансовые потоки перетекают в эти проекты. Мы поддерживаем также информационно. Создаем упаковку, показываем основные свойства бизнеса, стартапа и так далее. Собственно, проектов у нас было порядка 15, и все они были успешные. Из них примерно 4-3 были социальные, собственно, без возврата инвестиций. А все остальные окупили себя в конце августа, таким образом. Наверное, чуть позже я расскажу об одном из них, и вы как-то это сможете спроецировать и также на свой бизнес. Далее, буквально в июне стартовало такое сообщество, Министерство молодых предпринимателей. Если кто-то из вас из Екатеринбурга, то, пожалуйста, ищите интернет, ВКонтакте, это все есть. Собственно, это сообщество, которое также помогает продвигаться только уже не стартаперам, не социальным проектам, а уже предпринимателям. А все остальное примерно то же самое. Кроме того, я являюсь лауреатом президентской премии по физике, и об этом будет отдельная история, как от физики вообще можно прийти к бизнесу, и как это происходит у молодежи, и как, опять же, вы сможете это спроецировать на свой бизнес. Ну и, кроме того, я являюсь основателем компании FRED 360. Это виртуальная реальность, дополненная реальность. Это видео 360, в котором можно также дополненную реальность ставить и развернутый сюжет. То есть это когда вы сами ходите, а не камера вас куда-то везет. Достаточно интересно. Таким образом. То есть где-то что-то как-то я понял, что-то получилось, и попытаюсь сейчас свой опыт, да, с точки зрения такого молодого стартапера-бизнесмена передать вам. И я надеюсь, что именно для вас этот контент будет уникальным, да, а не как это обычно бывает на похожих конференциях. Собственно, постараюсь, чтобы он был достаточно конструктивным. Начнем. Собственно, моя тема звучит «Бизнес-идея тех, от кого их не ждешь», да. Поэтому предлагаю разделить мое следующее выступление на две секции, чтобы не было каких-то там путанец. Первое. Мы вообще рассмотрим, как бизнес-идея появляется. Ну, мне кажется, если вы здесь сидите с этим, с пониманием этого у вас проблемы не будет. И второе. Собственно, а кто это такие, от кого их не ждешь? Начнем с первого. Бизнес-идеи. А как они вообще появляются? Ну, вот как так получилось, то, что вы здесь сидите, у вас свои бизнесы и так далее? Почему так получилось? Ну, вот как это? Ну, как? На самом деле ответ достаточно простой, да? Сейчас всякие шаурмешные появляются. Сейчас куча одинаковых бизнесов. А, казалось бы, отдельные отрасли совершенно без конкуренции, да, без этого кризиса, где, собственно, не рождается качество и какие-то инновационные прорывы. И получается вот примерно такая история. То есть пережевывание одного и того же. Но почему так происходит? Потому что многие просто не хотят там чисто работать на дядю, да? Ну, проще говоря. Изначально у меня такая же стратегия была. Но потом я понял, что оказывается... Ну, вот как появляется вообще идея? Когда мы видим какую-то проблему, верно? А почему мы видим эту проблему? Потому что мы что-то доделаем. Ну, ведь согласитесь, человек, который лежит на диване, смотрит телевизор, ну, откуда у него вообще какая-то идея появится? И вот однажды, будучи молодым физиком, я выступал на различных конференциях, типа этой, только именно по науке, по физике. И я разработал одну интересную вещь. Это принцип судна на воздушной подушке, который, оказывается, если прикрепить к потолку, она также будет парить с малым трением. И вот надо было рассчитать эти границы, когда у нас поток турбулентный, а когда он ламинарный. Благодаря этому расчету я получил президентскую премию. И дальше стал вопрос, а что дальше, собственно? Ну, то есть куда дальше? Многие говорили, что это все можно применить в промышленности, что это достаточно интересно с точки зрения инвестиций, но, собственно, на этих разговорах все и заканчивалось. И будучи десятиклассником, я просто не знал, куда мне идти, потому что для школьников, к сожалению, таких вот путей дальнейшего развития просто нет. Бывают различные образовательные центры, типа Sirius и так далее, но как бы проблема состоит в том, что там все достаточно искусственно. Вам дается какая-то задача, какой-то проект, вы ее решаете в рамках этого образовательного центра и все. И не было того центра, где бы было реальное взаимодействие с реальными площадками, с реальными людьми, с реальными деньгами. И появилась идея создать такую площадку. Так появился Фред, акселератор стартапов, основателем которого я являюсь. Собственно, мы там и занимаемся тем, что к нам приходят школьники, вот эта рабочая незаметная сила, и они с такими же классными идеями, которые можно применить в различных бизнесах, или создать совершенно новый бизнес, потому что много инновационных идей. Вот из порядка 10-12 проектов, 5 из них это инновация, как-то так. И как раз-таки проблема состоит в том, что вот эту вот силу не замечают. И проблема, когда мне 18-19 лет, я могу много ценностей дать определенной компании, могу много вложить в нее сил, энергии, времени, но при этом компании я не интересен. А когда мне уже становится лет 30, казалось бы, я уже достаточно опытный, компании становлюсь интересен, но мне эта компания уже неинтересна, как-то так. И главное, очень важно поймать тот момент, когда у этих школьников есть продвижные идеи, и потихоньку их к себе забрать. И позже я объясню, почему это выгодно со всех сторон, с которых только можно посмотреть. Собственно, ну окей, идея у нас появилась, и что дальше? Дальше как-то нужно ее реализовывать. А что для этого нужно? Ну для большинства, да, идеи нужны, собственно, элементарно деньги. И вот, конечно, многие начинаются заниматься фандрайзингом, да, ну, конечно, многие из вас знают, гранты, меценатство и так далее. Типа бум-стартер. Многие ищут инвестиции. Кто-то ищет свои личные средства, кто-то берет кредиты. Ну а теперь представьте, я инвестор, а здесь есть кто-нибудь, кто вот инвестициями занимается в различные проекты? Ну хорошо, тогда расскажу, как эта история вообще происходит. Это, кстати, будет классным поводом стать вам инвесторами вот именно области молодежи. Я инвестор такой, с галстучком, важный. У меня есть свой бизнес, своя семья и так далее. У меня все в жизни устоялось. У меня все хорошо. Не хочу рисковать, ничего не хочу менять. Хочу лишь, чтобы денежек было побольше. У меня их достаточно. Но если я их буду вкладывать, мне нужно, чтобы они вернулись, да еще как бы с лихвой, верно? В этом как бы суть инвестиций. И вот ко мне приходит школьник. Школьник Степа. У нас просто есть Степа Сазонов. Это тот, кто впервые придумал Virtual Fred. Это тестирование профессии будущего в пространстве виртуальной реальности. И как бы вы среагировали? Вот он расписал вам бизнес-план. Все как у тех, кто, собственно, профессионально занимается стартапами, инновациями. Вот он провел вам офигенный питч. Офигенную презентацию. Все как надо. Потрясающий дизайн. Вот, казалось бы, все как нужно. Но один шаблон не позволит ему, инвестору, вложить в этого школьника. А какой это шаблон? Да просто потому, что он школьник. У него нет опыта. Он может эти деньги куда-то, они улетучатся, да, в течение времени. С точки зрения инвестиций это вообще невыгодно. Из-за этого шаблона. И моя задача моего выступления как раз-таки разбить этот шаблон и показать, что на самом-то деле все наоборот. Когда Фред начинался, мы вообще начали как медийный проект в сфере физики. Снимали видеоролики по физике, заливали их в интернет. Аудитория потихоньку набиралась. Потом у нас появилась своя студия перевода озвучки иностранных видео. Мы выступали с научным шоу по городам России. Потихоньку стали приобретать известность. И к нам стали приходить ребята, у которых есть свои проекты, свои идеи. И они говорят, блин, Дим, вы там такое делаете, может и нам поможете? Мы подумали, ну пусть, потратим мы лишние деньги, потратим мы лишнее время, потратим мы там энергию. Не страшно, все нормально. Пусть люди находят себя, да, они в поиске, там школьники, студенты, все хорошо. И хопа, один проект реализовался. Потом мы научное шоу монетизировали. В нас группа компании Тион вложилась. Это компания из Новосибирска, из Новосибирского технопарка, которая занимается бризерами, воздухоочистителями. Компания Зумер. И потом мы такие, хопа, как так? Подождите. Я важный инвестор, я, а это школьник. И как-то вот взяли и в меня вложили. Ну почему так происходит? Так вот, оказалось, что у тех, у кого больше времени, у тех, у кого больше энергии, а это, собственно, и есть подростки, это, собственно, и есть молодежь, у них намного больше шансов реализовать какой-то проект, просто потому что они не запариваются насчет денег, они не запариваются насчет чего-то вот такого, знаете, насчет статуса. У них есть время, у них есть энергия, и у них есть куча идей. Им не хватает лишь одного, вот этого профессионализма, этих денежных вливаний в них. Собственно, мы им это дали. И все проекты, которые у нас были, они реализовали себя. Интересно получается. Таким образом, мы эти все проекты окупили и уже достаточно так признаны в этом Академпарке, в акселераторе Астарт, с которым мы так хорошо сотрудничаем сейчас. Знаете, Астарт, он вошел в тройку лучших акселераторов по версии РБК. Ну, вот теперь будете знать. Отлично. Собственно, своим примером, примером нашего акселератора, мы доказываем, что молодежь, что школьники, они реально способны реализовывать проекты, да еще и возвращать те инвестиции, которые в них вложили. И это действительно круто. Ну, вот посмотрим, например, на статистику, да, это сайт Росмолодежи, сколько у нас вообще молодежи по стране? 31 миллион. Ну, из них сколько? 14-17 лет, 17%. Достаточно много. Из них примерно 1-2% действительно способны создать что-то уникальное и инновационное. И вот эту вот кучку людей реально важно искать, потому что, ну, это просто дополнительный источник денег. Вот и все. Мы сейчас с вами не говорим там об улучшении мира, об образовании, которое сейчас у нас не в самом лучшем виде. Мы с вами говорим сейчас чисто о деньгах, да, куда выгодно вложить. И вот эти вложения, допустим, во Фред, тоже молодежное правительство Родской области, министерство молодых предпринимателей, это действительно выгодные вложения, потому что они уже подтвердили свою дееспособность. Таким образом. Надеюсь, каким-то образом у меня получилось, так сказать, расшатать ваши устои насчет молодежи, насчет того, что школьники, да, это ребята, которым, ну, важны там только видеоигры и так далее. На самом деле это не так. У нас огромный потенциал. И этот потенциал ищет реализации. И он находит ее в реализации проектов и идей, которые у нас в головах. И вы в этом можете помочь и выиграть. Есть еще одна очень интересная сторона. Такую историю расскажу. Сделаю небольшую подводочку. Вот к тому, о чем я сейчас буду говорить. Нас однажды позвали, когда это было в начале мая, найти форум в Челябинск. Там есть бизнес-центр Малахит, наверное, кто-то из вас знает. И, собственно, там брали интервью. Был телеканал СТС. А нам как раз было важно привлекать новый народ, новый поток фредовцев к нам в акселератор. И мы хотели потихоньку расширяться информационно. И мы видим, что СТС неплохо. Но это же не какое-то что-то. Это СТС. Классно. И мы стали искать повод, как бы там с ними законтачиться, чтобы они еще и нас пропиарили. Мы узнали, что они интересуются проектами по экологии и проектами по виртуальной реальности. Но тогда мы еще виртуальной реальностью не особо занимались. А экологией тем более. Но мы же школьники. Мы ничего не потеряем. Господи, у нас еще проект не настолько масштабный, чтобы это как-то подкачало нашу репутацию. Я подхожу, говорю, у нас проект по экологии, и мы занимаемся виртуальной реальностью. И что вы думаете? Этот оператор СТС. О, все, супер. Это то, что нам нужно. Молодые ребята, школьники, какие-то там вудеркинды, гении, да еще и занимаются тем, что нам нужно заснять. Офигенно. Ну и как оказалось, я ни слова не сказал про экологию, ни слова не сказал про виртуальную реальность, но эфир вышел. То есть мы выполнили свою задачу, так потихоньку обойдя вот эти вот критерии. И к чему я хочу подвести-то? Что действительно важно для пиара? Кто такой хороший пиарщик? Вот как вы думаете? Кто такой хороший пиарщик? Ну все очень просто. Тот, кто не тратит деньги на пиар. И как можно использовать молодежь, чтобы потихоньку расширяться и улучшать репутацию своей компании? Да очень просто. Например, сейчас год экологии. И СМИ очень важно освещать именно темы, проекты по экологии и те компании, которые экологией занимаются. Просто потому, что это государственная программа. Всегда очень важна тема образования. Ну мы в России, да, она всегда будет важна. Всегда будут интересны школьники-вундеркинды. Где бы я не выступал, это, конечно, мне не нравится, но все пишут там «Школьник-вундеркинд», «Школьник-вундеркинд». Ну это, конечно, круто. И это, конечно, какую-то репутацию нашему экстремлятору как-то улучшает. Но как-то вот лично мне это не очень нравится. Но опять же, это плюс. Вот представьте, допустим, у вас есть какая-то группа ребят, группа молодежи, которая, допустим, в вашей компании занимается организацией различных мероприятий для молодежи. Чтобы, по сути, молодежь, вот эти 30 лишних миллионов, приспосабливались, привыкали вообще к вашей компании. Возможно, это потом какой-то будет кадровый резерв, который потом перейдет к вам в компанию в виде работников. Возможно, это будут какие-то амбассадоры вашей компании и так далее. И представьте, как будет круто для СМИ, когда они узнают, что в вашей компании такая штука происходит. Но опять же, мы берем те темы, которые действительно будут вкусными, которые будут интересными для СМИ. И как раз таки это будет бесплатный пиар вашей компании. И дополнительное позиционирование. То, что вы не просто занимаетесь той или иной темой, той или иной отраслью, но и улучшаете в какой-то степени образование, занятость и так далее у молодежи. Это очень важно. Вот, например, та же компания Тион, от которой пошли первые инвестиции в наш проект, они устраивают различные технопарки для детей, все время какие-то научные шоу. Их дочерний проект Get a Class, который очень популярный, среди физиков, тех, кто увлекается физикой, там 56 тысяч подписчиков у них есть. И все это они вкладывают безвозвратно, то есть таким меценатством занимаются. И существует много статей СМИ, когда освещают не деятельность компании, ну в какой-то степени, а освещают именно их вот эту вот меценатскую деятельность. И это действительно круто, и это действительно важно. Как-то так. Ой, это все что ли? Ну вот. Поэтому давайте такой небольшой итог подведем. Вот есть такие штуки, где эта молодежь заседает, а вы где-то здесь, ну то есть не в этом круге, да? И вам важно хопа и плюхнуться сюда. Просто потому, что это, как я уже сказал, дополнительный источник денег и дополнительный источник бесплатного пиара и позиционирования, которое очень и очень важно в современном мире, да, конкуренции и информационной перегрузки. Таким образом. Поэтому я потихоньку заканчиваю и можно перейти к вашим вопросам, если они остались. Дмитрий, спасибо большое. Спасибо. Вопросы какие-нибудь есть к Дмитрию? Вопросов нету. У меня есть. А, есть вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Я строю виллы на Урале вип-класса. Вот у меня вопрос, как молодежь поможет мне в той отрасли, где требуется знание, опыт. Ну, у меня средний возраст сотрудников от 40 и выше. Как мне здесь молодежь поможет? Ваша компания чем занимается? Строительством вилл. Это по-простому коттеджи за 40, 50 и выше. Ну, ответ будет таким. Вот, например, посмотрим на маркетинговый отдел чего там, дубль ГИСа. Ну, главе этого отдела 21 год, например. И вот это такой маленький пример был. Сейчас скажу методологически, да, не кейсово. Та компания, которая не готовит, не проводит образовательную деятельность своих подопечных, да, новых, кто вливается в эту компанию, то это достаточно не автоматизировано. И будущего особо у этой компании нет. И молодежь в этой стези, да, может послужить, опять же, как я уже говорил, неким кадровым резервом, который и будет потом работать в вашей компании на той или иной должности. Вот это вот первое. То есть проводить некую автоматизированную образовательную деятельность в виде каких-то пособий, в виде каких-то именно лекций, да, если у вас компания достаточно обширна, и у вас есть возможность заниматься тем или иным, да, вот какую-то толику времени и энергии можно посвятить именно образовательной деятельности той отрасли, которой вы занимаетесь таким образом. Вопрос был немного другой. Вы сказали пиар, что молодые люди могут принести вам пиар бесплатный. Все правильно? Да. Вот у меня вопрос. Человек, который хочет заплатить за виллу 40 миллионов, как его привлечет то, что в компании работает парень, которому 20 лет или 17? Имелось в виду пиар, который вот важен для СМИ. Ну, то есть смотрите, вам нужно как-то попасть на тот или иной канал, допустим, да, и сделать это бесплатно. Вам нужен какой-то инфоповод, чтобы о вас вообще напечатали. Вы такие, хопа, так у нас тут вообще вундеркинды, там, это, молодежь работает, смотрите, там, 19-20 лет, да мы для них еще такой сервис, да, устраиваем. У нас такие корпоративные штуки проходят. Мы еще и образование им потихоньку, да, это наш будущий кадровый резерв. И для них это будет реально интересно, для них это будет реально актуально, ну, интересно будет прочитать, да, там, какому-то стороннему зрителю, да, а для СМИ это будет лишний повод, да, лишний контент, так скажем. И вы там в течение интервью, допустим, потихоньку делаете те заявления, которые важно, чтобы их вообще СМИ осветило. Но при этом СМИ, кроме ваших заявлений, освещает еще и то, что, собственно, какой инфоповод был. А в данном случае это молодежь, которая у вас работает, и вы ей помогаете, да, как-то вот продвигаться в этом мире таким образом. Или тестировать молодежь, может, виллы. Да, и кроме того, смотрите. Нет, если я правильно понял, я должен с помощью молодежи. Ну все, привет, можно будет индивидуально пообщаться. Еще вопросы к Дмитрию у кого-нибудь есть? Нет, еще интересная штука. Вот мы сейчас как раз, у нас проект стартует во Фредди, True Story называется. Что мы там будем делать? К сожалению, у молодежных организаций, которые связаны как-то вот с госорганами, да, там молодежные правительства и так далее, достаточно слабая упаковка. То есть ядро сильное, они реально классно помогают реализовывать проекты молодежные. Но при этом какой-то человек, зайдя, да, там 20-19 лет, зайдя в их группу ВКонтакте, на их сайт, он увидит различные термины, там, экономические, политические, которые не совсем понятны. И это от него как-то отстранит, да, вот эту вот организацию молодежную. А мы это будем делать по фану. Мы это будем освещать так, как есть на самом деле. То есть как будто сторонние наблюдатели пришли, реализовали проект, и все это в виде будет YouTube-канала. И у молодежи самое интересное то, что очень много идей, как реально классно упаковать ваш проект, как для той целевой аудитории, так и для этой целевой аудитории. Это тоже вот такое наблюдение есть, то, что у молодежи есть эти идеи. И, допустим, вы запускаете тот канал, да, ну вот YouTube-канал, так скажем, да, и вот обзор вашей виллы проводит молодежь и делает это фаново, потому что многие там 20-30, как вы сказали, 40 лет, это вряд ли смогут сделать так, как сделает именно молодежь. Интересно, вкусно, и чтобы это привлекало таким образом. Хорошо, спасибо. Еще вопросы к Дмитрию есть? Вопросов я не вижу. У меня вопрос. Ты, Дмитрий, сейчас учишься в школе еще? Нет, я уже студент физфака уральского-федеральского, потом в МГУ, потом в Гарвард на философию. Ну, понятно. Спасибо большое. Мне было очень с вами приятно. Надеюсь, что-то важное для вас занес. Спасибо. 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 Спасибо.